Добрый день, с вами 5 o'clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Гуля Пугатова и мои коллеги Надежда и Елена. Сегодняшняя наша тема – лихорадка у детей. Кто не сталкивался с этой ситуацией, тот не поймет всю грандиозность ситуации, которая может сложиться вокруг ребенка и даже в голове у родителей. Что же это такое лихорадка? Лихорадка – это повышение температуры. Лихорадка – это фактически ответная реакция ребенка на что-то в организме. И наша реакция на это, она может быть абсолютно неадекватной. Вот сегодня мы, наверное, поговорим и немножечко о том, как же нужно себя вести в этой ситуации, как же нужно распознать, что это за лихорадка, какие причины могут быть лихорадок. И все-таки обратимся к вопросам специалисту. А начнем мы с чего? Начнем мы с того, что же считать лихорадкой. Что это такое? Вообще 36,6. Ну, всем известно. У меня опять 36,5. Нормальная температура тела от 36,4 после запятой до 37,4 после запятой. Это при условии, если температура меряется ртурным градусником. Она же меряется в разных местах еще. И в разных местах. И мы говорим о температуре, которая меряется подмышечной впадине. А если мы хотим померить во рту, то температура может где-то на 0,2, на 0,2 единицы градуса отличаться и быть выше. Но специальным градусником, да? Специальным градусником. А сейчас, кстати, распространены очень электронные градусники. Нужно следить, чтобы там была свежая батарейка, потому что они могут давать сбой в большую либо в меньшую сторону. И неправильные показатели. И неправильно показать. То есть, посмотрите, исходя из этого, мы видим, что в пределах одного градуса колебания это норма. И, как правило, утром температура чуть ниже, а к вечеру она может чуть-чуть подниматься. Имеется в виду 36,7 или 36 или 37,6, это на 1 градус это как? Вот 36,6 и 37,4 либо 37,6, это в плюс-минус в пределах нормы. И еще совершенно не значит, если эта разница между утром и вечером, что это сигнализирует какую-то болезнь. Ага, то есть, если у меня 37,2, и я вот думаю, брать больничный или не брать, то, в принципе, не брать. Это у вас лихорадка от детей. Лихорадка у детей, собственно говоря, это... Но тема выбрана не просто так, потому что, опять-таки повторюсь, что родители, как только температура поднимается до 37, начинается что? Начинается паника. Паника колоссальная. Паника. Почему? Потому что ребенок становится вялым, ребенок отказывается, может отказываться от пищи, а может и не отказываться, просто маленькая испарина на лбу, да, и какие-то вот такие грустные глаза вводят в состояние обеспокоенности. Да, как правило, детки себя плохо чувствуют при температуре, очень слабенькие, неигривые, уже теряют интерес. И поэтому, конечно, мамино любящее сердце, оно откликается с паникой на такое состояние малыша. Но чтобы успокоить родителей, давайте мы все-таки разберем, что мы... Мы сказали, что такое рехорадка, по большому счету, и что отклонение плюс-минус градус, это может быть в норме. А каковы же причины? Ну, вообще, какие причины могут быть? Причины разные, но наиболее часто считаются причины, это реакция организма на инфекционное заболевание, на какую-то инфекцию. Это... Это бактериальное или вирусное, неважно. Да. Но есть и другие причины, например, нейрального генеза, когда какое-то есть поражение центра терморегуляции в нервной системе. Ой, это так сложно. Но центр терморегуляции, собственно говоря, центр управления полетом за температурой ответственной находится в головном мозге. И вот если там он поражен, то тоже могут быть состояния лихорадки. Еще одна причина – это эмоциональная. При каком-то эмоциональном напряжении, при стрессе, при неврозе тоже может повышаться температура тела и возникать лихорадка. Кроме того, повышение температуры тела могут вызывать некоторые лекарственные препараты, ну, определенных групп, да, и может быть нарушение обмена веществ, а именно работы щитовидной железы. Как причина? Да. Поэтому есть, собственно говоря, над чем задуматься. Ну, наиболее часто все-таки инфекционная причина. Наиболее, самая распространенная – это инфекционная причина. Поэтому, ну, тоже нельзя как-то мимоходом проходить этого вопроса, потому что, как мы уже говорили, уже обсуждали в предыдущих наших передачах о том, что грипп – это не так просто, да, простудные заболевания – это не так просто. Они могут быть спусковым механизмом для более серьезных заболеваний. Поэтому, собственно говоря, на лихорадку нужно реагировать, но не так панично, как обычно это делают родители. А каковы же виды лихорадок мы знаем? Есть несколько классификаций лихорадки, но это скорее термин, которые важны для врачей. А вот что важно знать родителям, когда они столкнулись с тем, что у ребенка повысилась температура? В первую очередь то, что она действительно бывает разной высоты. И если мы говорим о том, что температура где-то до 38 градусов… Паниковать не надо. Паниковать рано точно, потому что это так называемая субфибрильная температура. Обратить внимание стоит тем родителям, у кого у деток повышается температура 39 и выше. А если выше 39 и 41, то это действительно в первую очередь молниеносный звонок к врачу. Это СОС. Это уже СОС. Это неотложное состояние. Неотложное состояние и неотложная помощь требует. И нужно помнить о том, что лихорадка бывает так называемой розовой и белой. А как же они клинически проявляются? Как же определить родителям, что розовая лихорадка, белая лихорадка? Розовая лихорадка – это когда есть некий баланс между теплопродукцией и теплоотдачей. То есть организм компенсирован. И тело ребенка, оно, конечно, розовое, покраснение происходит. Но при этом организм реагирует на жаропонижающие препараты адекватно. Адекватно меняется пульс и в соответствии с повышением температуры тела. Это как бы компенсация состояния здоровья. И здесь можно быть более-менее спокойным. А вот белая лихорадка, когда тело ребенка уже принимает бледный вид, а где-то даже синюшный. Потому что компенсация нарушена. Нарушено кровообращение и кровоснабжение по всему телу. И в этом случае препараты, которые снижают температуру, они уже могут не действовать. И в этом случае мама действительно может запаниковать, потому что это неотложное состояние. Ну и да, часто сталкиваемся с таким, что я даю жаропонижать, температуры не сбиваются. Он бледный. Начинают звонить, Таня, Маша, Вася, а что же это такое? А как у твоих детей? А почему не сбиваются? А что ты давала своему ребенку? Препарат не работает. Препарат не работает. При этом ножки холодные, ручки холодные. Он бледный, он синюшный. Да, вот это вот та ситуация, когда бледная лихорадка, и нужно действительно что-то делать. Но не в панике, а обратиться к врачу. Да. Но перед тем, как обратиться к врачу, все-таки я хотела два слова сказать о том, какие препараты рекомендует ВОЗ. Не препараты, а какие лекарственные средства рекомендуют ВОЗ. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, золотым стандартом для лечения, для снижения температуры тела у ребенка является парацетамол. Все-таки парацетамол. Более того, есть разные формы выпуска парацетамола. Это и сироп, и свечи, и таблетки. То есть в зависимости от возраста можно подобрать правильную дозировку. И в зависимости от времени суток, то что на ночь, например, точно лучше давать ребенку в виде свечей, выбрать ту форму выпуска, которая будет наиболее приемлема в данной конкретной ситуации. Да, если говорить о форме выпуска, то чаще всего для самых маленьких предпочитают все-таки ректальные формы, потому что это не вводит в состояние какого-то дискомфорта ребенку. А мама поставила свечку, и спокойно. А если уже говорить о ребенке более взрослого возраста, дошкольного и школьного, там, конечно, больше в приоритете сиропные формы или таблетки. И вторым препаратом является ибупрофен. Если уже, так сказать, парацетамол как-то не особенно действует, переходит на более сильный препарат, ибупрофен считается. А как насчет вот таких дедовских способов, когда у ребенка высокая температура, у него лихорадка, его надо раздеть, его надо обтереть холодной водичкой, или даже вот такие смеси, уксус в соединении, вот такими уксусными смесями. Какой сейчас подход к этому дедовскому способу? Вы знаете, я так думаю, что все-таки дедовские методы еще в ходу. Их достаточно широко используют, и не самые плохие эти дедовские методы. Потому что как еще, собственно, даже в больницах, я знаю, что в реанимации у нас используют, когда ребенка высокая температура, а его обкладывают льдом. Причем мамы с ужасом на это смотрят. Моего ребенка обложили льдом. Что это такое? А на самом деле это очень простое объяснение. Когда лед в пакетиках ставится, прикладывается к местам прохождения... Магистральных сосудов. ...самых больших сосудов с кожей. Это, как правило, подмышечные впадины, это, как правило, паховые впадины. И вот ребенка обкладывают на шею, могут положить. Здесь тоже большие сосуды идут. Тем самым кровь, которая бежит по крупным сосудам, она охлаждается вот таким вот способом. Способом соприкосновения через кожу со льдом. Это быстрый метод на самом деле. Быстрый метод, да. Но не все родители понимают это. И что точно нужно сказать родителям, напомнить о том, что когда у ребенка повышенная температура, ни в коем случае его нельзя укутывать дополнительным каким-то количеством теплых одеялов. Ни в коем случае, да. И мы говорили о белой лихорадке. Тогда, конечно, парацетамол и бупрофен не будут работать без добавления препаратов папаверина или ножпы. Я так думаю, что навряд ли это делается в домашних условиях. Вот такое сбивание температуры. Это, наверное, если родители медики, либо мама медсестра, либо папа врач. Уже знают, что нужно делать. Уже знают, что делать, да. А вот нашим телезрителям мы все-таки посоветуем послушать нашего специалиста, которого мы пригласили, которому мы сейчас зададим вопросы. А как же справиться с лихорадкой и что это такое? При какой температуре тела больному ребенку нужно давать жаропонижающие препараты? Проблема лихорадки. Это очень серьезная, волнующая проблема как для родителей, тяжело переносимая субъективно ребенком и, конечно, волнующая медицинских работников. Если мы ранее говорили о том, что лихорадка у ребенка – это температура выше 38, а жаропонижающие препараты даются при температуре выше 39 градусов, то сейчас немножко подходы изменились, потому что действительно более позднее назначение жаропонижающих было доказано, способствует повышению защитно-иммунологической реакции ребенка. Но с другой стороны, уже годы 10-15-летнего опыта в Украине, а за рубежом еще более, показали, что позднее назначение жаропонижающих препаратов ведет к многим нежелательным другим эффектам. Поэтому современные регламентационные документы, а есть такие очень важные для Украины, как интегрированное введение болезней детского возраста, программа ВОЗ-ЮНИСЕФ для первичного медицинского звена, также документы, протоколы Министерства здравоохранения Украины четко рекомендуют и медицинским работникам, и родителям начинать жаропонижающую температуру у детей после двух месяцев при температуре 38 градусов и выше. А вот у детей до двух месяцев, это, конечно, можно и с температурой 37,5. При этом помнить, что у маленьких детей, особенно первых месяцев жизни, температура может быть симптомом не респираторной инфекции, а проявлением тяжелых инфекционных заболеваний, требующих очень серьезного отношения со стороны родителей и соответствующее внимание со стороны медицинских работников. Можно ли комбинировать разные жаропонижающие препараты на протяжении одного-двух дней при лихорадке у детей? Очень популярная практика у некоторых медицинских работников это при лихорадке у детей комбинировать жаропонижающие препараты. Вот препарат группы парацетамола или бобруфена, чередуя на протяжении дня, дают в зависимости от времени суток, от длительности клинического эффекта. Мамы знают, что парацетамол действует быстро, но через 4, максимум 6 часов, его клинический эффект значительно уменьшается. И бобруфен начинает через час-полтора, но более длительное жаропонижающее действие. Так вот, хотелось бы посоветовать нашим уважаемым зрителям о том, что препараты лучше давать одной направленности. Это или парацетамол, или ибобруфен, потому что комбинированный повышается риск токсических и нежелательных эффектов. В Украине используется еще и такой препарат, как аналгин внутримышечно. Препарат, который не используется в большинстве европейских стран и других стран мировой практики, но все же в нашей стране он разрешен, но он должен назначаться только с учетом тяжести состояния, отсутствия эффекта от ранее начатой терапии и врачами обычной неотложной помощи. Кратность назначения аналгина не более 1 раз в сутки. Какая тактика родителей, если у ребенка температура выше 39 градусов? Какие сигналы тревоги? К сожалению, мы стали в последние годы все чаще встречаться с явлением высокой лихорадки у детей. И она часто называется среди специалистов злокачественная лихорадка или злокачественная гипертермия. Ее проявления должны знать и родители, люди, ухаживающие за детьми. Во-первых, это повышение температуры свыше 39 градусов. Во-вторых, температура растет каждый час на градус выше. И третье, нет эффекта от проводимой жаропонижающей терапии. Вот в этих случаях надо обращаться срочно за медицинской помощью, потому что под маской температуры может вскрываться и дебют менингококковой инфекции, токсических осложнений, вирусных инфекций, гриппа, возможно. И в этих случаях врачи решают о тактике вплоть до назначения гормональных препаратов этим детям. Поэтому большая просьба к нашим слушателям, когда вы видите такие симптомы, кроме того, что вы ребенку даете жаропонижающих, давайте ребенку обильное питье до 100 мл на килограмм веса ребенка. То есть годовалому ребенку дополнительно литр жидкости. Желательно не сладкий, обычный чай, сухофруктовый компот и догазированная минеральная водичка. И кроме этого, старайтесь не перекутать ребенка, чтобы температура в помещении была комфортная, 20-22 градуса, по возможности воздух с увлажнением был. Ну и наблюдайте за поведением ребенка. Никогда этим детям не рекомендовано насильственное кормление, легкая углеводная пища, кашки. Надо, чтобы у ребенка был ежедневно стул при лихорадке. А что это значит? Что если ребенок, у него обычный ритм 1-2 раза в сутки, то есть он должен с таким же частотой у него и оставаться при лихорадочном периоде. Это можно достичь путем достаточного наводнения питьем во время лихорадочного периода. Какие лекарственные формы жаропонижающих препаратов, сиропы, свечи и другое, наиболее эффективны при лихорадке у детей первых лет жизни? Жаропонижающие препараты, известные всем в нашей практике, это сиропы и ректальные свечи. Ампульные растворы, инъекционные, это уже больше удел не родителей, а назначения медицинских работников. Эффективны и формы жидкие, а также эффективны и ректальные свечи. Зависит от ребенка, от его желания принимать лекарства, от его страха использовать ребенку ректальную форму введения свечи. Но помнить надо, что эффективность свечи абсолютно не меньше, чем прием внутрь. И если ребенок склонен к рвоте, к негативизму, очевидно, эффективнее поставить ему парацетамолову или бруфеновую свечку и уменьшить его проявление лихорадки. Эффективно ли при высокой температуре обтирание малыша водкой, уксусом или холодной водой? Вопросы физических методов охлаждения – это очень важная проблема для современных врачей и неотложной помощи, и педиатров, семейных врачей. Ибо самолечение, которое часто используется населением, начинаются холодные компрессы, обтирание водкой, уксусом, могут не помочь ребенку, а очень повредить и ухудшить его самочувствие. Во-первых, это высокая всасываемость продуктов, а часто используют и малоразведенный уксус, токсические реакции, используют водку, что явно кожные покровы всасывания не показаны детям. Это, к тому же, приводит к испарению спиртовых растворов, других водных с кожей, вызывает спазм сосудов и может вызвать появление более сложных вариаций лихораторий. Мы знаем, что есть такая простая классификация, которую и мамы знают. Это лихорадка красная или без спазма сосудов, и лихорадка белая или со спазмом. Вот вторая форма белая лихорадка является намного сложнее, и мы своими физическими методами охлаждения, холодными компрессами можем перевести более доброкачественную красную лихорадку в более сложную белую лихорадку. Кроме этого, очень важно для родителей смотреть, как у ребенка идет мочеиспускание, оценивать или памперс, или сколько в горшке, сколько ребенок выпил, сколько выделил. Это тоже является одним из важных показателей тяжести состояния и эффективности вашей домашнего литения. Нужно ли давать антибиотики, если поднялась температура? Антибактериальная терапия является терапией противовоспалительного микробно-бактериального начала. Сейчас в основном лихорадка у детей, по крайней мере на начальных этапах, это вирусные заболевания, которые нечувствительны к действию антибиотиков. Поэтому многие мамы, понимая, стремятся не давать детям первые 3-5 дней лихорадки, температуру лихорадочного периода, не давать антибиотики. Это абсолютно оправдано. Вообще хотелось бы подчеркнуть, что есть международные рекомендации, которые прописаны в том числе в интегрированном ведении болезни детского возраста, как я говорила, ВОЗовской программы, ЮНИСЕФовской, которые предусматривают, что дома ребенок первых 5 лет с температурой выше 38,5-39 не может находиться больше 5 дней. Это критерий факторов риска. И врачу тогда необходимо решать о назначении антибактериальной терапии или не назначении. Но хотелось бы подчеркнуть, что если ребенок чувствует себя плохо, дихорадка не падает, то обращаться за врачебной помощью надо быстро, оперативно. Не заниматься антибактериальным самолечением. А этот вопрос должны лишать специалисты, в том числе после проведения рентгенобследования и общего анализа крови, хоть этих самых стартовых минимальных показателей. Родителям следует знать, что если лихорадка сохраняется более трех дней, необходимо все-таки задуматься, что же это такое. Обязательно обратиться к врачу, обязательно сдать анализы, обязательно посоветоваться и выяснить все-таки причину. Беречь здоровье детей, не заниматься самолечением. Лучше обратиться за помощью к специалистам. Поэтому мы вам желаем быть заботливы к себе и внимательны к другим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok